Не думаю, что он сумеет восстановиться к Олимпийским играм, потому что все-таки, понятно, если бы он один какой-то вид провалил, а тут все виды не в тем. Ну что, будем надеяться, что эпидемия вот этих технических ошибок не распространится на участников сильнейшего, третьего забега, лидеров, по сути дела, лидеров соревнований на сегодня. Потому что здесь, как мы уже сказали, здесь побежит Алексей Касьянов, он на второй дорожке. Питера Брауна показывают из Нидерландов. Он старается поддержать реноме голландской команды. Он идет сейчас шестым после пяти видов, после первого дня соревнований. Вот, на них, наверное, стоит посмотреть прежде всего. Вандер Плацен, Томас Вандер Плацен, бельгийц, он третья дорожка, вот они все рядышком. Он идет четвертым, проигрывает всего 88 очков Касьянову. Михаил Дудаш, как мы уже говорили, он второй пока, четвертая дорожка. Марек Лукаш из Чехии, пятая, пятая дорожка. Адам Хелцелет, Чех, тоже шестая. Хорхе Урения, седьмая, испанец. И Эшли Брайан, британец, по восьмой дорожке. Вот сейчас нам их всех представляют. Леша Касьянов. У Леши самый высокий личный рекорд среди всех участников. И если сравнивать его с Майклом Дудышем, который идет сейчас на втором месте и проигрывает Алексею 35 очков, то у того личный рекорд гораздо слабее Алексея. Главное, чтобы здесь не было никаких технических проблем, чтобы наши ребята пробежали все десять барьеров. Чтобы не было вот этой, знаете, цепной реакции, которая была к первому, второму забегу. Чтобы чистенько преодолеть все барьеры. И я думаю, Алексей должен создать здесь еще себе небольшой отрыв после этого вида, потому что это его вид. И надеюсь, все обойдется. Корки-Уренье бежит, сейчас он идет на третьем месте, бежит по седьмой дорожке. Личный рекорд у него 14.07. Хороший, хороший, да. Да. Только Алексей Касьянов имеет личный рекорд в этом виде из 14 секунд. Наверное, при таком ветре сложно сейчас это сделать. Но все равно надо, надо здесь набирать очки. В своих видах надо набирать очки. А этот вид, это вид Алексея Касьянова. Еще раз напомню, Леша был дважды серебряным призером чемпионата мира в помещении. Он был вторым на чемпионате Европы в Хельсинки, но у него нет золотых медалей. Пора. Мы будем, да, болеть за него и держать кулачки, чтобы эта золотая медаль была его. Но он и в этом сезоне уже бежал 13.99, да? Да. Так что он готов хорошо именно в барьерах. Это его дисциплина. Лишь бы сейчас. И давайте будем сейчас держать кулачки за него. Ой, да, фальстарты, по-моему, даже у Леши. Очень долго держал, честно говоря, стартеры. Ребята, конечно, не выдержали. Но ничего страшного, мы еще раз повторяем, что у десятиборцев по правилам они могут сделать один фальстарт. Дернулся там, дернулся с ним рядом бельгиец, да, Томас Вандерплацен. И кому сейчас покажут предупреждения? Да, это не важно. Ну, просто хотя бы знать для себя. Потому что вот больше фальстартов делать нельзя. Ну что, вот перед вами, по сути дела, сейчас восемь спортсменов, основных претендентов на медали. Ну, Марик Лукуш, я бы не... Добавим, да, добавим. Он на двадцать первом месте здесь идет, попал он в этот забег по жребию. Нет, я как раз хотел сказать, что, наверное, добавим еще одного-двоих с предыдущих забегов. Ну, в общем, вот можете вглядываться в эти лица будущих медалистов. Ну, главное, чтобы у этих будущих медалистов сейчас с барьерами все сложилось. Потому что первые два забега, конечно, не порадовали многих. Я думаю, что там ветер-то показывает встречный, но не исключено, что он там крутит. И, в общем, это тоже мешает, конечно, ребятам. Слава Богу, все в порядке. Первый барьер прекрасно. Второй Леша очень аккуратно убегает. Убегает он от своих соперников. И теперь только аккуратненько, чтобы все было. Форхе Уренье там пытается его достать. Уренье очень хороший результат имеет. Ну, Леша, выигрывает 13-94. 13-94, лучше на сезоне при ветре минус один. Отлично, отлично. Молодец. Очень доволен. Да, 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 молодец, молодец. Действительно, молодец, есть чему радоваться. Ну, и Испанец, конечно, сейчас поднимется. И Уренье личный рекорд. Да, он поднимется, безусловно. Он шел третьим, сейчас он, безусловно, будет здесь вторым. Касьянов, да. 13-93 даже ему дают. У него, кстати, личный рекорд 13-92. Поэтому отличное начало второго дня. Практически по личному рекорду. Еще раз повторю, при неблагоприятных погодных условиях. Он вчера мне очень понравился в беге на 400 метров, если кто-то смотрели трансляции. Он вышел на заключить, на финишную прямую, там, по-моему, где-то пятым. И такое финишное ускорение предпринял. Так он боролся до конца. Видно было, что он настроен просто на победу. И вот посмотрите, тоже его победный финиш в беге на 110 метров с барьерами. А Уренья наверняка тоже выбежала с 14 секунд. Никогда в своей жизни он еще этого не делал. И это будет его личный рекорд. Да, 13-95 у Уренья. И у Брауна 14-49. Питер Браун 14-49 Нидерланды. Он был на шестом месте. Сейчас, наверное, тоже немножко поднимется. Вот Хорки Уренья. Видите, личный рекорд. Сизом-бест у Алексея Касьянова 13-93. И Питер Браун. Хорошая сумма в 984 очка. Очень хорошая.